надеюсь что-нибудь снимется здорово мужики весь чумазый клинок у меня тут лежал дослесарил сделал спуски не стандартного такой линзы а прямо чуть выраженная линза уходит в ноль здесь нет такой явный прямо сильной линзы как обычно я делаю еще не заточен но тем не менее пресс у него есть еще он не заточен сейчас мы его достанем хвостовик будет на всю рукоятку проходить это для того чтобы еще раз напомню кончик целый все нормально помните фильм злой дух ямбуя загоняю где-то на сантиметр сейчас я примерно покажу как загнал ну да сантиметр было понятно то там найти три миллиметра ничего не дают вот эти вот нужно именно посмотреть пружинистость тяну ее буду сжигать кончик пусть упруги будет точить лишний раз его чем он будет ломки но у него напильник скользит закалка здесь интересно идет как зонная середина не закалена я сейчас объясню по-быстрому как я колел я намазал здесь середину глиной солью раз размешал здесь вот намазал таким толстеньким прямо слоем чтобы он где-то миллиметра на три горочкой был вот здесь и пишем окнул то же самый привет макал митя катаешься что молодец его покатаясь показан ну вот намазал глиной солью и макнул но только не погружая полностью все она до середины клинка только закалил вот то есть средняя часть осталась не тронутой то есть сырая тоже фактически внутренне вот эта часть обувь тоже он так не сильно прикалился полил на воду но ты получился хороший хороший результат достаточно звонки упруги как и бегают муки как и надоели слышать вы видите как гнется прям кончик кончик упругий и выламывать здоровые щепы казать как он изгибается и возвращается на место жаль только мне железку такую больше не найти я на поле нашел хотя нет найти надо из такого трансформатора выпилить ну вот очень нормально видите отсюда он выскальзывает потому что он закругленный сейчас будет выпрыгивать нормально потому что тут он закругленный носик он оттуда выскакивает а в обратно когда ведет нормально видите видите в ламой ну в общем нормально протестировали в рукоятку вставлю и все если рукоятка сломается в лесу где-то при работе можно взять найти любую этим же ножом обмотать какой тряпкой выстрел быть какую-то деревяшку и точно самое например вот берем березу сейчас я покажу примерно как то можно сделать уже высверлить и туда его хвост забить хвост будет немножко под заточен чуть-чуть чтобы все таки было вот можно сделать просто из двух половинок деревяшки и обмотать плотно какой-нибудь или веревка или все он также не будет выскакивать туда потому что веревка его держит обмотанная и две половинки будет играть и рукоятка будет надежно можно будет продолжать работать рукоятка расходник все равно сломается треснет другую можно вставить даже без клея будет держаться нормально и выступ вот этот вот это в принципе не для заточки это для того чтобы я говорю вот веревкой если что захлестнуть за эту часть и он мне не выскакивал туда обматываясь когда здесь вот веревка раза два мотану и пошел хвостовик обкручивать так что сделаем нормальный клин и уже поиспытаем его по-нормальному еще раз уже чтобы удобно в руке было сидеть еще вот такие дела деревяшку видите как режет сейчас я в сучок я в сучок выламывает кончик нормальный целый хвостовик толстый обратите внимание какой мощный обух откован все отковано проковано целиком обух ковался он не не полоска а потом уже слесарилась а именно чисто выковывался это сложнее поэтому он немножко вот видите загнулся когда простукивала часть она все равно немножко туда ушло и когда тонкий его уже вот так вот не выровнять нужно за счет компенсации при ковке стучим здесь он туда потом опять здесь он вот так вот и тут надо ловить этот момент очень сложно ну кто куют и кутки клинки знает не для них больше а для тех кто так как прям пружинит видно носик поклоняйте и не ломкий ну вот короче говоря нормально держим надежность надежность ну все мужики отключаясь там много поназаписывал давайте вот так чуть-чуть сейчас вот так вот все 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 всем пока